10-15 минут очень сложно рассказать о всём лекарственных рецидивах рогричников, поэтому я отобрала наиболее важные моменты, чтобы на них остановиться. Как уже говорила Светлана Викторовна, первый этап лечения очень важный, основной, поэтому на него направлена большая часть усилий всех врачей, химиотерапевтов, хирургов, и наша цель – это излечить больную или снизить число платинорезистентных рецидивов, чтобы, если у пациентки запланировано прогрессирование, оно было платиночувствительным с более благоприятным течением. Ну, соответственно, все рецидивы, все мы знаем, мы делим на два основных типа в зависимости от времени их возникновения, соответственно, на платинорезистентные до 6 месяцев и больше 6 месяцев платиночувствительные. Но, естественно, это деление условное, временное, сейчас пересматриваются подходы о том, чтобы изменить и уменьшить интервал для платинорезистентного рецидива от 0 до 3 месяцев. Но дискуссии пока идут, а мы с вами работаем по стандартным рекомендациям, пока у нас с вами полгода. Это то, на что мы ориентируемся. Соответственно, у нас с вами два вида рецидива – неблагоприятные платинорезистентные, возникающие в интервале меньше 6 месяцев. Здесь мы обсуждаем любую терапию неплатиновыми агентами. У нас есть опция поддерживающей терапии биоцезумабом, о чём будем разговаривать дальше. И платиночувствительный рецидив, соответственно, больше 6 месяцев. Здесь для лечения рецидивов используется возможный вариант хирургического лечения, на котором я не буду сегодня останавливаться. И, соответственно, химиотерапия – это комбинация препаратов и использование в поддерживающей терапии уже двух опций. Это биоцезумаба и аллопариба, что зарегистрировано в Российской Федерации. Ну, начнём с приятности. Платинночувствительного рецидива. Сразу скажу, что здесь мы с вами не ограничены в плане выборов терапии. Мы понимаем, что всегда должна быть платино, а какой к ней будет комбинация – это на ваш выбор. Самое важное, что было одно исследование в начале 21 века, которое показало, что монотерапия платины проигрывает относительно комбинации. Эти данные имеют статистически достоверный выигрыш по времени беспрогустирования и объективным ответом. Поэтому всегда обязательно комбинация из двух препаратов. Что вы выберете в сотоварище платины – это на ваш выбор. Этопозит гемцитабин, липсомальный доксорубицин, просто доксорубицин и так далее. Это на ваш выбор, коллеги. В зависимости от того, какая была токсичность, как пациентке удобнее приезжать, и что у нас есть в аптеке в наших клиниках. Соответственно, когда мы говорим о платиночувствительном рецидиве, вот из нашего опыта что с чем объединяем. Мы обычно объединяем короблатин с пакнитокселом, напоминая, что вот эту стандартную нашу золотую комбинацию мы используем, если рецидив возник через два года и более. Можно использовать платино с доцитокселом, но помним, что нужны ГКСФ с антрациклинами, с гемцитабином, но помним, что мы снижаем дозу короблатин до ОК4. Есть исследование карботопа, но довольно токсичный режим по гематологической токсичности. Честно скажу, мы пробовали несколько раз, и все-таки пока не рискнули его использовать широко. С платиночувствительным рецидивом мы используем пакнитокселом, доцитокселом, геностовидный топозит, венерибин. И у нас еще есть один препарат, оксалеплатин, который мы используем чаще всего, когда есть аллергические реакции на карбонацист, потому что у них обычно немножко другие механизмы действия и не обладает аллергической реакцией в этом случае. И обычно используем его с доксурубецином или гемцитабином. Соответственно, когда мы говорим о платиночувствительном рецидиве, вот все, что мы с вами перечислили. Комбинация, выбор в зависимости от токсичности, и смотрим по возможности. Добавление биоцезумаба возможно, мы сейчас будем обсуждать по поддерживающей терапии, когда еще раз вернемся к этому. Если мы говорим о платино-резистентном рецидиве, это неблагоприятная ситуация, вот этот момент. Это любая терапия не платиновым агентом. Пактокселотопозит, гемцитабин, доксурубецин, гемцитабин, пожалуйста, любой из препаратов. Также мы с вами обсудим добавление биоцезумаба к этой подгруппе больных, мы используем вот как раз эти препараты. Значит, что касается, соответственно, химиотерапии, в принципе, вот если кратко, это все. Соответственно, что у нас можно назначить поддерживающим лечением? У нас есть две опции для платиночувствительного рецидива, это биоцезумаб и лопарид, и у нас есть платино-резистентный рецидив, где мы можем либо ничего не назначать, либо биоцезумаб. Соответственно, если мы говорим о платиночувствительном рецидиве, то у нас есть аллопарид, да, СОЛО-2 исследование, о котором установлено, и для биоцезумаба исследование Оушенс. Значит, СОЛО-2 исследование для Берсея, ассоциированного платиночувствительного рака яичников. У больных после эффективной линии терапии назначался либо партингибитор, либо плацебо, да, первичной и конечной точкой являлась ПЮФС. Ну вот мы видим здесь такое значимое различие со снижением риска прогрессирования на 70%, то есть с 5 до 19 месяцев. Также, если мы смотрим на продолжительность жизни, она значима больше в группе больных у, в группе больных аллопарибом, если до этого пациенты никогда не получали, в последующем не получали партингибиторы. Поэтому, безусловно, для группы больных с мутацией Берсея это значено. Более того, проведено несколько анализов, метаанализов, пересмотров работ по партингибиторам и было показано, в частности, здесь метаанализ, самый последний, который можно найти в международной литературе, было показано, что партингибиторы имеют пользу и для больных с мутацией, для вот этой группы, и для больных, у которой мутации нет, то есть это дикий тип мутации Берсея. Таким образом, во многих рекомендациях, в том числе и рекомендациях нашей страны, при платинно-чувствительном рецидиве сейчас можно назначать партингибиторы всем пациентам, без мутации и с мутацией. Но мы видим, что у больных с мутацией Берсея hazard ratio составляет 0,3, чуть лучше и эффективнее результаты, чем для больных с диким типом hazard ratio 0,53. Из последнего, что можно сказать, это АСКО-2021, вторая фаза исследования по аллопарибу, где было включено, это сразу говорю, больные, которые получали именно лечение аллопариба по поводу платинно-чувствительного рецидива, здесь включались 4 когорта больных, больные с мутацией, керминальной, соматической, HRD-позитивные и HRD-негидативные больные, всего их было 272 пациентки. Что важно для меня в этом исследовании? Важно, что партингибиторы работают и для больных с герминальной мутацией наиболее значимо смотреть оранжевые, это полные эффекты, розовенькие частичные ответы, следующие идут с объективным ответом 64, это пациентки с соматической мутацией Берсей, затем идут больные с HRD-позитивным статусом, здесь 30% отвечают, это в качестве линии лечения, и затем больные с отсутствием, здесь уже совершенно незначимые эффекты 10%, ну и это отражается и на кривых. То есть это исследование ещё раз показывает, что партингибиторы работают не только у больных с мутацией Берсей, но и у больных с HRD-позитивным статусом. Это ещё раз говорю, что значимо иметь, конечно, этот тест в нашей стране, но и даёт нам обоснование, действительно, когда у нас есть больные с платинно-чувствительным рецидивом и без мутации Берсей, но они отвечают на препараты платины, например, в второй линии, в третьей линии, в четвёртой, мы можем говорить, что больной есть, скорее всего, в чертить позитивность, и ей как раз поддерживающий терапию лопарибом будет эффективнее. Что касается Бевоцузумаба, на мой взгляд, исследование Аурелия – одно из таких очень хороших опций применения Бевоцузумаба у больных с платинно-резистентными рецидивами в неблагоприятной подгруппе, то есть сравнение химиотерапии и химиотерапии с добавлением Бевоцузумаба у пациентов. Здесь мы видим достоверное увеличение медиального времени беспрогрессирования в два раза, если мы к химиотерапии добавляем Бевоцузумаб. И это не сказалось на продолжительности жизни больных для всех пациентов, но зато имело достоверное увеличение в группе больных, которые получали еженедельный пакмикоксел, то есть с 13 до 22 месяцев. Поэтому, на мой взгляд, использование как раз вот этой схемы, например, с еженедельным пакмикоебом, у больных с платинно-резистентным рецидивом, это очень хорошая опция, уходит довольно быстро симптомы болезни, уходит накопление асцита у пациентов, то есть в большей степени уменьшаются клинические симптомы. Поэтому, на мой взгляд, вот здесь место Бевоцузумаба очень хорошо прописано для платинно-резистентных рецидивов. Что касается платинно-чувствительных рецидивов, то Бевоцузумаб изучен в исследовании ООШНС, третья фаза, мы тоже его знаем, сравнение гемостабильно-карбоплотина с гемкарб плюс Бевоцузумаб. Здесь было показано увеличение достоверной медианы времени без прогрессирования, соответственно, с 8 до 12 месяцев, но это не отразилось на продолжительности жизни. Поэтому помним, что здесь нам Бевоцузумаб даёт такое преимущество. И ещё одна важная работа, которая вышла в этом году на СГО в 2021, это исследование, когда пациентки получали Бевоцузумаб в первой линии и затем продолжили при платинно-чувствительном рецидиве, то есть они получали химиотерапию с Бевоцузумабом. И вот здесь получено было, извините, съехало мне немножечко тут, что медиана времени без прогрессирования в группе продлённого Бевоцузумаба составило 11 месяцев, в группе просто химиотерапии 8 месяцев. То есть мы видим, что продолжение Бевоцузумаба с первой линии по вторую нам добавляет дополнительных 3 месяца к ВБП. Однако это никак не отражается на общей выживаемости, они одинаковы в обеих группах. Таким образом, в заключение своего доклада хочется сказать, что на сегодняшний день наш алгоритм об рецидиве выглядит вот так. Если это у нас с вами платинно-чувствительный рецидив, то мы обсуждаем с хирургами операцию с определёнными критериями отбора, есть ли это возможно отлично, если нет, то нет, пациент выходит на химиотерапию. Сегодня не было времени, я не говорила о опухолях low-grade, на low-grade обсуждается добавление гормонотерапии к химиотерапии, или уже в некоторых рекомендациях появилась вообще замена химиотерапии, на гормонотерапию этих пациентов без использования статического лечения. Ну, а большинство больных high-grade, конечно, безусловно, важным фактором является наличие мутации Берсии, потому что для меня, конечно, у нас есть все вот эти три опции, химиотерапия с аллопарином, химиотерапия с облюдением, химиотерапия с биово-цузумабом для всех этих пациентов. Но для меня, наверное, выбирают так. Если у меня есть пациентка с мутацией Берсии, она до этого не получала аллопарин в первой линии, я ей назначу все-таки партингибитор обязательно. Для больных, у которых при мутации Берсии был аллопарин в первой линии, я тогда во второй буду назначать либо биово-цузумаб, либо наблюдение в зависимости от противопоказания биово-цузумаба, есть они или нет. Для больных с диким типом, я буду уже смотреть по ситуации. Если я вижу, что у меня пациентка, вероятнее всего, в очереди позитивная, у неё есть в анамнезе родственники с наличием онкологических заболеваний, то есть с отягощенным семейным анамнезом, то я назначу партингибиторы этим больным. Если нет, то, соответственно, у нас есть биово-цузумаб или наблюдение. Это опция. Для платинорезистентных рецидивов, напоминаю, очень важный момент. Для этих пациентов нет хирургического лечения, не надо их оперировать, потому что это никак не влияет на отдалённые результаты больных. Для low-grade мы обсуждаем либо химиотерапию, либо гормонотерапию, смотрим по ситуации. Для больных с high-grade опухолями у нас вне зависимости от статуса версии пока две возможности. Это либо просто химиотерапия, либо химиотерапия с биово-цузумаба. Но, как мы тут говорили, исследования Уреля нам показывают, что действительно биово-цузумаб здесь очень хорошо работает. Спасибо большое за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!